Привет, YouTube! Меня зовут Полина, добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем с вами серию видео прически на разные волосы. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, и предлагаю вам написать мне в комментариях, на какую прическу вы хотите, чтобы я еще сняла для вас видео, либо для каких волос. Я сейчас в этом видео для вас покажу две максимально простые прически на волосы средней длины и средней густоты. Это будет низкий пучок, собранный на основе локона. В данном случае локоны мне нужны как текстура. Обязательно в комментариях напишите, какой вариант вам больше нравится. Я для вас постаралась снять максимально простые, думаю, такие, которые можно даже повторить и дома. Это видео будет с озвучкой, но тем не менее, если у вас останутся какие-то вопросы, то вы, как всегда, не стесняйтесь, спрашивайте меня в комментариях под этим видео. Я вам постараюсь дать максимально развернутый ответ. Список всех продуктов, которые я использовала, обязательно ищите в инфобоксе под этим видео. Также там будут ссылочки на все видео с прическами. Желаю вам приятного просмотра. Приступаем с вами к подготовке волос. Я обязательно прохожусь термозащитой перед тем, как буду работать с плойкой. И после нанесения термозащиты берем щетку и обязательно прочесываем хорошенько волосы. Крутить я буду на плойку 28 миллиметров. Температура у меня 190 градусов. В данном случае крутить я буду лентой. И здесь не важен угол наклона, поэтому крутите так, как вам будет удобно. Локоны мне нужны здесь больше для создания текстуры волос. После того, как я накрутила первый ряд, я обязательно его фиксирую лаком средней фиксации. Для того, чтобы волосы запомнили положение локонов. Так, мы с вами накрутили всю голову. Здесь абсолютно не важен порядок, как вы уже заметили. И теперь мы должны это все просто прочесать. У меня щетка с крупными зубчиками. Обратите, пожалуйста, внимание, что я слегка придерживаю прикорневую зону. И теперь беру пудру для объема и почесываю макушечку. Наша с вами задача сделать объем, который будет статичным, неподвижным. Обязательно после того, как мы прочесали, мы должны это все красиво уложить. И возвращая волосы назад, я буду, условно говоря, склеивать ряды с помощью лака средней фиксации. И для этого мне понадобится еще расческа-вилочка. И таким образом я уменьшаю свой объем, вычесываю начес, и у меня получается красивая форма. Немного фиксируем лаком и собираем в хвост. У меня маленькая резиночка. Я обычно всегда использую две такие маленькие резиночки. На случай, если одна лопнет, вторая будет хорошо держать волосы. После того, как мы собрали хвост, можно пройтись расческой, чтобы приголодить пушки, которые у нас могут появиться. Добавляем в хвост немного пудры для объема, она нам даст фиксацию. Слегка почесываем и скручиваем в жгут. Главное, не тугой, достаточно легкий. И уже таким перекрутом мы будем формировать с вами гульку. И обратите внимание, что пока я не зафиксировала, я не отпускаю рукой свое крепление. После того, как мы хорошо закрепили наш пучок, можно помочь себе и немножко добавить ему объема. Здесь уже для более стойкой фиксации я буду использовать жидкий лак у бренда Schwarzkopf Silhouette. Я думаю, что вы все его прекрасно знаете. И если вы заметили, там у меня стоит шпилька. Это временная клемма, которая помогает мне зафиксировать положение волос. И в видео вы можете заметить, когда я наношу жидкий лак силуэт, я слегка так поддуваю. Это для того, чтобы лак быстрее высох. После того, как лак подсох, можно снова вилочкой пройтись по нашему пучку, где-то подчесать, добавить объемы, и ваша прическа будет более аккуратной. Вот такой у нас с вами получился первый вариант пучка. Напишите в комментариях свое мнение. И переходим к другому варианту пучка из этой же основы. Снова у нас дано хвост. Обратите внимание, сейчас я поставлю стоп, так называемый, для волос. Это поможет мне, волосам, двигаться в том направлении, которое мне необходимо. Вы сейчас увидите и поймете, о чем я говорю. Обязательно снова добавляем пудры для объема, почесываем и формируем такую себе ракушку. Вот видите, предыдущий стоп помогает мне зафиксировать положение волос. И опять-таки, не убирая руку, я начинаю хорошо крепить ракушку. Обязательно добавляем жидкий лак для фиксации. И теперь давайте спрячем хвостик, который у нас с вами остался. Для этого я обязательно прошиваю модель наклонить голову вперед. И обратите внимание, вот такими скручивающими движениями я прячу хвостик внутрь ракушки. И также с вами мы должны добавить какие-то последние штрихи. Если вам нужно где-то подправить пушки, либо добавить немного объем, то мы с вами это будем делать. Вот такой у нас получился второй вариант пучка. Как вам? Какой нравится больше? Обязательно напишите в комментариях свое мнение. Мне кажется, это очень простые варианты собрать волосы, которые вы также можете сделать дома себе самостоятельно. Спасибо вам, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. И что же, встретимся с вами скоро. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok